Август 1941 года. Разрозненные части советской 28-й армии после Смоленского сражения пробивались с боями на восток. Ночью колонна автомашин, пересекая большое поле, подъезжала к роще. Вдруг, в это мгновение слева на колонну обрушился огневой шквал. Застрочили пулеметы, с шипением и свистом полетели мины. Вспыхнули две автомашины, еще одна, еще. Раздались крики, пушки вперед, пехота вперед, но было поздно. Немцы расстреливали колонну обдуманной с расчетом. Сначала подожгли передние машины, а следом за ними задние. Затем при свете вспыхнувших пожаров стали уничтожать те, что были в центре. Придорожная канава не позволяла грузовикам свернуть в поле. Дорогу же вперед и назад закрыли горящие машины. Колонна оказалась в ловушке. Молодая медсестра спрыгнула с санитарного грузовика и, ломая ногти и, как ей казалось, пальцы, стала отбрасывать борта полуторки и буквально выкидывать раненых бойцов в поле, которые ползком один за другим исчезали в темноте. Потом она кинулась следом. Кругом свистели пули и страх холодил сердце, заставляя прижиматься к земле. Поле было охвачено огнем, а медсестра пыталась найти хоть кого-то из своих. Немцы после колонны перенесли свой огонь дальше в поле и методично стали укладывать мины в шахматном порядке, надеясь уничтожить тех, кто успел уйти. Одна мина взорвалась рядом, осветив на мгновение пространство. Медсестра в красноватом отсвете увидела распростертого на земле человека с совершенно размозженной головой, в ужасе отпрянула и кубарем скатилась в какую-то канаву. Вокруг все поплыло, и девушка стала терять сознание. Медсестрой, пытающейся спасти своих раненых подопечных, была Левченко Ирина Николаевна, в будущем герой Советского Союза. Война застала Ирину в Москве, и уже на следующий день, 23 июня, она вместе с другими комсомольцами пошла штурмовать двери Ленинградского районного комитета общества Красного Креста с требованием отправить ее на фронт. Она очень боялась, что ее пошлют обратно домой, ведь ей было всего 17 лет, но ее взяли и даже назначили командиром отделения санитарной дружины. Возможно, на решение комиссии повлиял высокий рост девушки и солидная медицинская подготовка, которую она приобрела на занятиях в школе. К тому же она хорошо стреляла из винтовки, и значок юного ворошиловского стрелка на груди был тому подтверждением. Ирина Левченко со своей дружиной, состоящей из таких же, как и она, молодых девушек, ходила на дежурство в медицинские учреждения Москвы и на вновь открытые перевязочные пункты, но дружинницам казалось, что они мало делают для своей родины, и они напросились на фронт. Им пришлось долго продавливать свое требование, но в итоге их направили в штаб 28-й армии, в город Киров в Смоленской области. После Ирину распределили в операционно-перевязочный взвод, который располагался в лесу, в тылу советских войск. Сначала медсамбат напоминал пионерлагерь, только палатки были попросторнее, и в них вместо кроватей стояли ящики с медикаментами и носилки на козлах. Но скоро стали прибывать раненые, и иллюзии рассеялись. Ирину сразу предупредили, что не так страшен бой, как в первый раз увидеть серьезную человеческую рану. Она не придала значения этим словам, тем более, что к ней сначала попадали легкораненые красноармейцы. Но вот, сняв с предплечья очередного бойца запекшуюся повязку, Ирина чуть не упала при виде ужасной раны. Собственно, перед ней была не рука и не рана, а месиво из грязных обрывков кожи, трепещущих кусков кровавого мяса и дико выступающих очень белых обломков кости. Когда доктор ампутировал конечность, то ему приходилось не только следить за ходом операции, но и удерживать Ирину в сознании, отвлекая ее разговорами. 22 июля на рассвете в нескольких километрах от деревни Починок 149-я дивизия, в которой служила Левченко, вступила в бой. Самолеты противника штурмовали артиллерийские позиции, но бомбы рвались также и вблизи медсамбата. Тонкая парусина не могла служить надежной защитой от осколков, но на них не обращали внимания. Медперсонал ни на секунду не прекращал свою работу, звуки близкого боя не пугали, и даже пулеметная очередь, прозвучавшая над палаткой и сбившая листву на дереве, вызвала скорее удивление. 2 августа пришел приказ об отступлении. Вечером медсамбат снялся и ушел, оставив на старом месте только небольшой отряд, в который вошла и Левченко. Отряду было приказано отойти после того, как он соберет последних раненых, а утром за ними должны были прийти машины. Но ни на следующее утро, ни даже к вечеру никаких машин не было. Оружейная стрельба уже слышалась в тылу, а ночью зазвонил телефон. Отряду сообщили, что они оказались в окружении и что должны выбираться самостоятельно, исходя из своих возможностей. Ирина Левченко неделю отступала вместе с другими бойцами Красной Армии. За это время она потеряла всех тех, с кем начинала свой путь. Кого-то убила, кто-то потерялся в суматохе. После какой-то капитан собирал отступающих бойцов и вел их в атаку на какую-то деревню, занятую немцами, потому что только там можно было вырваться из окружения. Кто-то сунул Ирине в руки винтовку, и санитарка тоже шла в рукопашную атаку, а потом у нее отняли винтовку и дали грузовик. Ирине приказали собирать раненых, и она их собирала. Ее грузовик прикрепили к какой-то колонии, идущей на восток. Но колонна попала в засаду, и почти вся была уничтожена. Очнулась Ирина Левченко уже наутро. Красноармеец с украинским акцентом кричал ей что-то в ухо и тряс ее за плечо. Обрадованный, что девчина жива, он сунул ей кусок сахара весь в табаке и побежал дальше. Оказалось, что вслед за колонной шел артиллерийский полк. Услышав впереди звуки боя, красноармейцы зашли в тыл немцам и уничтожили засаду, захватив минометы и пулеметы. К великой радости Левченко увидела своих раненых, которых пыталась спасти ночью, живыми и невредимыми. И даже водитель грузовика, когда кузов разгрузился, смог преодолеть канаву и вывести автомобиль из-под обстрела. Они бросились к своей медсестре и наперебой стали рассказывать ей о событиях ночи и о том, как их в поле тоже подобрали артиллеристы. После ночного происшествия у Ирины Левченко уже образовалась целая своя колонна из трех машин, заполненных до предела ранеными бойцами. К тому же командующий 28-й армии генерал-майор Егоров Павел Григорьевич, проезжавший мимо, приказал медсестре собирать всех раненых бойцов в округе. Он дал ей на это полный карт-бланш, и Левченко, угрожая наганом, выходила на дорогу и задерживала машины, несущиеся на восток. К тому же в ее распоряжение поступал весь отступающий медперсонал. А босс Левченко рос, и когда она в районе поселка Ворошиловский вышла из окружения и сдала раненых в ВВК-отряд, то ей дали справку о том, что она спасла 168 человек, из них 13 командиров. После того, как Ирина понюхала пороху, ей уже не сиделось в медсамбате, и она напросилась санинструктором 744-й стрелковый полк. 30 августа 149-я дивизия снова вступила в бой с врагом. Ирина вместе с другими санитарами вытаскивала раненых бойцов с поля боя. Когда же немецкие войска снова прорвали оборону, и дивизия стала отступать за Десну, то весь персонал санитарной роты и приданные им в помощь музыканты совершили подвиг. Оставленный на западном берегу заслон еще сдерживал врага, но переправа была забита отступающими советскими войсками. Чтобы переправить раненых бойцов на другой берег, санитары выстрелились цепочкой прямо через реку. Стоя в холодной сентябрьской воде, под постоянной бомбежкой, медики передавали друг другу плоты с привязанными к ним людьми. В воде было очень холодно, а потом ноги заныли такой свирепой болью, будто в них вонзили тысячи длинных иголок. Но никто из санитаров не вышел из воды, пока не переправили всех раненых. В октябре 1941 года, в самый разгар битвы за Москву, Ирину Левченко контузило и ранило в ногу. Она умоляла, чтобы ее оставили на передовой, но врач был непреклонен. Ранение было серьезным, к тому же после переправы у Ирины развилось воспаление легких, и ее отправили в госпиталь. До войны Левченко, как и многие школьницы, мечтала стать летчицей. Но когда она на фронте увидела танк, то все мечты о самолетах поблекли. Танки стали ее потаенным желанием. После госпиталя она обошла все инстанции и даже довела до белого коленя одного генерала с требованием перевести ее в танковую бригаду, и ее просьбу удовлетворили. Правда, взяли ее снова медсестрой, а не танкистом, как было в мечтах Ирины, но она и от этого была счастлива. В начале 1942 года ее отправили в Крым, где уже несколько месяцев героически держался окруженный Севастополь, а советские войска успешно провели Керченско-феодосийскую операцию, освободив восточную часть полуострова. Начинающийся день, 27 февраля, не предвещал ничего хорошего. Моросил мелкий, но частый дождь, и ему не было видно конца. На рассвете танки 39-й бригады пошли в атаку. Они поддерживали наступление стрелковых дивизий на населенный пункт Корпечь и к осподствующую высоту 25,3, которая находилась рядом. За одним из танков, прикрываясь его броней и увязая в грязи среди пехоты поддержки, бежала с медицинской сумкой Ирина Левченко. Вдруг перед ними выросла огненная стена разрывов. Столб черного дыма взвился над одним из танков, и девушка метнулась к нему. Командир был убит, а водитель-механик, раненый и без сознания, стонал. Когда Левченко спрыгнула в люк, то сразу поняла всю сложность ситуации и почему ее долго отговаривали от перевода в танковую бригаду. Механика ей пришлось вытаскивать через верхний люк, вертикально вверх, что потребовало от нее всех физических усилий. Это было ужасно тяжело. Сверху же Ирина потеряла равновесие и упала с брони прямо в грязь. Упала удачно, если не считать того, что ее несколько оглушило упавшее сверху тело танкиста. Левченко перевязала раны механику и побежала дальше. Возле очередного сгоревшего танка она обнаружила раненого сержанта, который направил ей в лицо наган, но поняв, что перед ним не враг, он его тут же спрятал. Перевязав сержанта и оттащив его к механику, Ирина кинулась к другому танку, который застыл на небольшой высоте. Странно, но экипажа в нем не было. Ирина аккуратно выглянула из-за танка и похолодела от ужаса. В ее сторону шел немец. Что делать? Фашист идет спокойно, значит уверен в безопасности. Все промелькнуло в уме очень быстро. Ирина выхватила наган и, стремительно выскочив из-за танка, громко крикнула «Руки вверх! Хэнде хох!». Немец вздрогнул от неожиданности, рванулся рукой к автомату и бросился в сторону. Ирина выстрелила и попала ему в левое плечо. Он бросил автомат, поднял здоровую правую руку и залопотал «Нихт! Нихт!». Левченко наганом указала немцу на землю, и он послушно сел. У фашиста были нашивки СС, а Ирина помнила, какой жестокостью отличаются эти, с позволения сказать солдаты. Как-то ей в начале войны пришлось перевязывать одного эсэсовца. Когда она к нему наклонилась, то тот больно пнул ее в живот и дико засмеялся. Ирина накинулась на него с кулаками и, возможно, побила бы раненого, если бы ее от него не оттащили. Сейчас же Левченко не знала, что делать. Хоть пленный и был ранен, но он был очень огромный. К тому же он стал выказывать беспокойство, видно уже догадываясь о том, что девушка одна. Неизвестно, чем бы все это закончилось, но сзади раздался знакомый голос. «Здорово, сестричка!» Это был Михаил Толок, механик-водитель танка. Когда он подошел ближе, то от удивления даже присвистнул. «Вот это да! Ты что здесь делаешь?» – спросил он почему-то у немца. В итоге советского наступления село Карпечь и прилегающие к ней высота были взяты. 39-ю бригаду расположили в лощине чуть правее, а в самом селе остались только машины, требующие ремонта. Уже скоро немцы пошли в контратаку. Танки противника ворвались в село и на его улицах завязался бой. На помощь осажденным танкистам сразу же был выслан взвод танков КВ. Ирина прыгнула в один из них, но на высоте 23,5 танк, в котором она ехала, был подбит. Экипаж еле успел снять пулеметы и вылезти наружу, прежде чем танк загорелся. Оглядевшись по сторонам, танкисты поняли, что их положение критическое. На высоту в этот момент поднималась пехота противника, а вдоль села немцы прорвали оборону и преследовали отступающую советскую пехоту. Командир танка лейтенант Исаков, оценив ситуацию, сунул в руки Левченко пулемет и вместе с водителем послал их отражать атаку на высоту. Сам же с остатками экипажа бросился разворачивать орудия, брошенные немцами накануне при отступлении. Ирина с сержантом схватили пулеметы и на полном бегу плюхнулись в жидкую грязь, заполнившую воронку. Немцы сбирались на холм спокойно, уверенные в безопасности. Горящий танк для них не помеха. Подпустив врага поближе, Левченко нажала на спуск. Немцы стали как-то странно спотыкаться и падать. Напрягшись всем телом, судорожно нажимая на спусковой крючок, Левченко направляла пулемет на тех, кто продолжал бежать вперед. Большинство немцев осталось лежать на складках холма. Уцелевшие бросились на утек. Не уйдут, крикнул сержант. А ну подбавь жару, сестричка! Только после того, как завертелся на месте и упал последний вражеский солдат, Ирина с сержантом вернулись к лейтенанту Исакову. В этот момент по высоте застрочил пулемет, его надо было успокоить, а послать было некого. Танкисты еле справлялись с пушками. «Разрешите мне!» – неуверенно сказала Левченко, боясь, что Исаков ее не пошлет. Но лейтенант согласился и дал ей дополнительно свой пистолет. Медленно поползла она по клейкой грязи и только удалившись метров на 200 поняла всю сложность задания. Передвигаясь ползком, она потеряла из виду тот бугорок, где засел немец. Вдруг пулемет застучал так неожиданно близко, что Левченко невольно прижалась к земле. Аккуратно она приподнялась над окопом и увидела немца, сидящего на корточках, и сжимающего рукоятку пулемета. Левченко выхватила свой наган и выстрелила. Радостно размахивая от восторга пустым наганом и таща за собой вражеский пулемет, она вернулась на высоту. В это время все уже было готово. Танкисты смогли перетащить четыре пушки и, развернув их в сторону врага, ввели по нему огонь. Ирине тоже дали какую-то веревку, привязанную к одной из пушек, и когда лейтенант Исаев кричал «огонь», Ирина дергала за шнур и открывала рот. Четыре ДМК разрывов снарядов то тут, то там вспыхивали в гуще надвигающихся немцев. Их атака замедлилась, а красноармейцы, развернувшись, сначала медленно, потом все быстрее, побежали на дрогнувших немцев. Прослужила Ирина Левченко в Крыму недолго. 15 марта она отметила свое совершеннолетие, ее сделали командиром связного танка. Ирина была вся в восторге, теперь она управляла пусть и связным, но все-таки настоящим танком. К этому времени она уже знала о боевых машинах все, строение, механику, умела их водить и уверенно стреляла из пушки. Но буквально выполняя первое задание, ее танк был подбит, а сама Левченко очнулась в санчасти. Правая ее рука была с обгорелой кожей, посиневшая и одервеневшая. Также плечо и весь бок имели страшный вид. Хоть Ирина и умоляла не отправлять ее в госпиталь, но она сначала была эвакуирована в Керчь, где отказалась от ампутации руки, а потом и на большую землю. После выздоровления она пошла учиться в Сталинградское танковое училище, а летом 43-го года участвовала в Смоленской операции командиром танкового взвода. И опять ее танк был подбит, а Левченко тяжело ранена. Далее она служила в Наркомате обороны и уже летом 1944 года была направлена офицером связи в 41-ю гвардейскую танковую бригаду 7-го механизированного корпуса. Большой мост через реку Прут возле села Леушени был заполнен солдатами в серых шинелях. Уже несколько дней немцы переправлялись в Румынию, оставляя границы Советского Союза. Где-то недалеко гремел бой, и солдаты тревожно поглядывали друг на друга. Вдруг послышался звук, заставивший дрогнуть массу в шинелях. На обрывистом берегу перед мостом появились танки Т-34. Их вид как хлыстом подстегнул неприятельских солдат. Все смешалось. Побросав оружие и давя друг друга, они бросились к последней надежде переправиться на другой берег. На полном ходу советские танки подошли к переправе, и даже один успел ворваться на нее, но в ту же секунду раздался оглушительный грохот. Немецкие саперы успели взорвать мост. В августе 1944 года войска 3-го Украинского фронта в ходе Яско-Кишиневской операции прорвали оборону противника и бросили в прорыв танковые соединения. Выходом на пруд советские войска рассекли вражескую группировку на две части. С востока и юга немцев втеснили войска 3-го Украинского фронта. С северо-запада со стороны Яско вдоль пруда шли части 2-го Украинского. 41-я гвардейская танковая бригада, в которой к тому времени служила Левченко, прорвавшаяся 1-й Клеушене, оказалась в сложной ситуации. Подходы основных соединений стоило ждать только через несколько дней, а леса вокруг были наполнены вражескими солдатами, которые рвались к спасительной реке. По показаниям пленных их там было более 25 тысяч человек, и у них имелось немало танков и артиллерии. В части 41-й бригады маленькими островками заняли оборону вдоль пруто и в полном окружении вели бой с противником, отгоняя его от реки. Вот уже гвардии лейтенант Ракитный вызывает огонь на себя. Танки комбата Колпинского в темной роще ведут бой с пантерами. Гвардии майор Луговой занял круговую оборону в Большом селе и также ведет бой с танками противника. На высоту же, где располагался штаб бригады, немцы из леса обрушили ураганный артиллерийский огонь. После артподготовки пехота врага пошла в атаку. Прижав автоматы к животам, немцы стреляли на бегу, не целясь, просто вперед. С высоты по ним открыли ответный огонь штабисты, водители и разведчики. Яростно заговорили пулеметы уцелевшего бронетранспортера. Ирина Левченко стреляла из автомата. Немцы падали сраженные пулями, но их все больше выходило из леса, и они серой волной приближались к высоте. Вдруг раздался голос заместителя командира бригады по политчасти гвардии подполковника Оленева. Вперед! За родину! И сразу все, кто был на высоте, пошли в рукопашную. Прямо на Левченко наскочил огромный немец. Фашист что-то закричал и замахнулся автоматом, но Ирина выстрелила ему прямо в открытый рот. Из-за кустов выскочил второй, и она снова нажала спуск автомата, но тот беспомощно щелкнул. Кончились патроны. Отбросив автомат, Ирина схватилась за кубыру пистолета, но не успела. Сзади раздался выстрел, и Гитлера ведь упал. Обернувшись, она увидела своего радиста, молодого и очень стеснительного парня, который недавно поступил в ее распоряжение. Ирина часто смеялась над его внешним видом, напоминающим цыпленка, но как все-таки порой бывает обманчива внешность. Хоть немецкая атака и была отбита, но на высоте все были взволнованы. Даже невооруженным глазом видно было медленно двигающееся большое войско. Стали готовиться к худшему, но это оказались части второго украинского фронта. Трудно передать охватившую всех внезапную радость, но она оказалась преждевременной. Заметив движение на холме, и не зная, конечно же, что там свои, подходившие части открыли сильнейший артиллерийский огонь. К тому же немцы, ободренные неожиданной помощью, стали выбегать из леса большими группами. По фашистам опять открыли ураганный огонь, уже не жалея патронов, а Левченко приказали на ее машине прорваться к нашим войскам. И вот, словно в приключенческом фильме, Вилли, сломая кусты, понесся в сторону дороги. Два приданных Левченко-автоматчика поливали свинцом кукурузное поле, а водитель лихо объезжал ошалевших гитлеровцев, которые наводняли все пространство. Через несколько минут они достигли роты Яковленко, которая контролировала перекресток и также держала круговую оборону. Танкисты дали залпы по обеим сторонам дороги, разогнав немцев, и Виллис понесся дальше. Уже скоро Левченко была в штабе командира стрелкового полка, войск 2-го Украинского фронта, и огонь по высоте был прекращен. Ирина Николаевна Левченко встретила День Победы под Берлином. За совершенные подвиги в годы Великой Отечественной войны она была награждена тремя орденами Красной Звезды и десятью медалями, а также министр обороны Болгарской Народной Республики генерал Добрит Журов наградил ее именным оружием. В 1952 году Левченко окончила военную академию бронетанковых и механизированных войск имени Малиновского, а затем еще отучилась и в академии имени Фрунзе на историческом факультете. В 1958 году она получила звание гвардии подполковника Запаса, а в 1965 была удостоена звания Героя Советского Союза. Ирина Николаевна в послевоенные годы много занималась литературной деятельностью. Она является автором многочисленных очерков и рассказов о героях войны и мирного труда. Левченко активно работала в Советском комитете ветеранов войны, часто выступала с докладами и выезжала за рубеж. В 1967 году она посетила Вьетнам, где побывала в тех районах страны, где шла война. Вьетнамские друзья подарили ей памятное кольцо, изготовленное из 900-го сбитого американского самолета. Ирина Левченко умерла 18 января 1973 года в возрасте 48 лет и была похоронена на Новодевичьем кладбище. Ирина Левченко